Всем большой привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист и шоппер, и вы попали на мой канал YouTube в новый шоппинг-влог. Мы с вами сегодня будем примерять образы из магазина Lime, посмотрим, что здесь есть в весенне-летней коллекции. Поэтому, как и всегда, если вам хочется вдохновиться, посмотреть на какие-то интересные сочетания, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Сейчас посмотрим, что есть в Lime. Честно, очень давно здесь не была. Меня, конечно, очень цепляет вот эта вся пастельная гамма, как и всегда, вообще цвет. Есть здесь костюм, который меня уже привлек. У него очень интересный цвет, телефон сейчас его не передает. И, в общем, мне кажется, камера его сложно передать. Он такой, это и не желтый, и не горчичный. В общем, в примере его, может быть, в примерочной будет лучше видно. Вот это платье божественно красивого цвета, фисташку вот такого, мятного немножечко. Я мерила еще в декабре. Оно здесь уже достаточно давно, и оно все еще есть в продаже, стоит 4000 рублей. Это платье я видела потом на разных блогерах, в разных подборках, и, по-моему, даже в модном приговоре где-то оно мелькало. В общем, платье хорошее. Костюм нашла брючный в черном цвете. Может быть, он есть в других. Классный укороченный жакет. Подобные я мерила в Zara, поэтому мерить не буду, но имейте в виду, что здесь есть. Вот сумочки эти под ботеку. Мне кажется, Lime были одними из первых, кто вообще сделал подобную модель в масс-маркете. Они здесь есть в разных цветах, даже в золотом металлике видела. Что? Вот он, костюм в действии. Мне очень нравится. Девчонки, если вы носите костюмы, если вам они нужны, например, на работу, то вот этот вот могу рекомендовать. Во-первых, интересный цвет. Повторюсь, такой грязно-пыльно-желтый какой-то, очень интересный цвет. Я думаю, что в палитре понтона его есть какое-нибудь фантазийное интересное название. Слово «интересное» я сказала рекордное количество раз за нескольких секунд. Я знаю. Но чем он еще интересен? Опять же, кроме цвета, это кроем. Обратите внимание, на... Жакет у нас одноборный, он застегивается на две пуговицы. И если их как раз-таки застегнуть, то у него очень ретро-лацканы. Вы видите, какие они коротенькие? Практически рубашечный такой воротник. Это прям очень необычно. Если вы сейчас обратите внимание, вы заглянете в свой шкаф или зайдете в интернет-магазин какой-нибудь ту же Зару, вы увидите, что в основном сейчас все жакеты идут с вытянутыми лацканами. И вообще такие лацканы вытянутые на большинстве лучше работают. Они вытягивают силуэт, вытягивают портретную зону. Они в принципе настроенят, но это просто интересно и необычно, потому что такие лацканы. Но я, наверное, не видела сейчас в масс-маркете за последнее время вообще нигде. Брюки сидят хорошо, у них высокая посадка достаточно, они прям на талии. У них защип есть спереди, карманы. Они очень-очень длинные, в лайме нет обуви, поэтому я в своих носочках со стрелкой. Стрелка, опять же, всегда у нас работает на вытягивании силуэта. Ноги кажутся длиннее, особенно учитывая посадку. И тот факт, что мы продлеваем наш костюм еще пиджаком, я имею в виду цвет. А также к этому костюму я взяла блузку. Она прозрачная, полупрозрачная, из такого крепового материала. С достаточно интересной застежкой. Она идет симметрично вот так вот к горлу, рюшечки, пуговички. Цветочный принт, он идеально совпадает по цвету с костюмом. Но в принципе сюда можно брать какую-то белую рубашку, абсолютно да. И еще интересно, что здесь скругленные полы у пиджака. В общем, пиджак прям ретро. И на мне размер S, он сидит достаточно свободно. Смотрите продолжение в следующей серии. Следующий комплект мне очень нравится по сочетании цветов. На мне красивая. Это даже сложно назвать рубашкой. Это практически куртка такая. То есть у нее очень-очень-очень плотный материал. Красивого пыльно-лососевого цвета. Интересные детали кроя по плечам. Здесь дополнительная строчка. И она свободная. На мне, по-моему, S. Все размеры, в общем, на экране есть. Кстати, пиджак на мне был. Я сейчас, когда его снимала, увидела не S. Это был XS. И он такой большой. Представляете себе. Эту блузку я сочетаю с совершенно изумительными брюками. Изумрудного цвета. Такого малахитового. А не длинные брюки палаца. Прям длиннющие. То есть даже если я буду на высокой шпильке, они мне будут практически до пола. У них стрелка также спереди. Высокая-высокая посадка. Застегиваются и завязываются, фиксируются еще на пояс с бантом. Очень мне нравится, как смотрятся вместе эти два цвета. Это прям, знаете, природный какой-то колорит. Как будто этот цветок на зеленом стебле. Вот. И цветочек. Еще нашла такое платье. Мне оно очень понравилось и до сих пор нравится своим верхом. Кроем лифа. Актуальный, интересный квадратный вырез. Здесь прям вот видите такая имитация бюстье. Подчеркнута грудь. Хорошо оно сидит по рукаву. Но мне не нравится, как оно сидит в целом. Оно достаточно длинное. Заканчивается за коленом. Длина хорошая, но я не пойму. То ли за счет цвета, что оно такое нюдовое, и я без загара. То ли за счет плотности материала. Но оно как-то, мне кажется, очень сильно меня полнит. Сейчас, может быть, кто-нибудь скажет, что я наговариваю, но я вижу, как это выглядит вживую. У меня какой-то живот появляется. Как будто я не знаю, что со мной. Но платье интересно. Особенно сверху. Считывая, что у меня очень скромный размер груди в этом платье, я выгляжу просто... Просто очень даже. Наверное, он реально полнит. Потому что если оно полнит мою грудь, значит, оно полнит и все остальные места. У него пояс идет в комплекте. Сейчас он там зафиксирован где-то. Я не могу его перетянуть на центр. Вот примерно как-то вот так это должно выглядеть. Ну, не знаю, не знаю. Наверное, из примера, что я выходить в нем не буду. Но, тем не менее, ссылка на него вам оставлю. Какое дело ты дает? Какое дело ты дает? Ладно, отвлечемся от этих бесконечных разговоров, просто, мне кажется, работодатели должны в приказном порядке запрещать своим сотрудникам об этом болтать на все примерочные, потому что это просто непрофессионально. Ну да ладно, я нашла в Лайме, несмотря на непрофессионализм его сотрудников, совершенно обалденный комбинезон костюмного кроя, здесь как будто у вас укороченный жакет, прям вот отрезная вот эта вот часть, но она отрезная чуть-чуть, здесь дальше уже пришитые брюки с двумя защипами, такие конкретные бананчики, ну они сидят аппетитно, классно, плюс здесь талия подчеркнута, вы можете, если что, вот этот пояс вытащить, поставить просто кожаный ремень, например, будет еще более так собрано смотреться. И создается фигура песочные часы, достаточно широкие лацканы, очень глухой вырез, плечи с подплечниками и при этом еще брюки бананы, прям песочные часы мечты, красивый серый цвет, хорошая полоска, в белую полосочку идет ткань, но эта полоска очень тонкая и деликатная, она не полнит, очень классно смотрится, вообще просто огонь комбинезон, мне очень нравится, ну прям вверх сделан, вот реально, как жакет, видите, пуговки есть на рукавах, брюки здесь с карманами у него, если вы любите комбинезоны, если вы не считаете, что это просто жесть, какая неудобная вещь, то присмотритесь, он действительно достойный. У меня был запланирован еще один образ, но мне не нравятся вещи, во-первых, которые на мне надеты, платье очень неудачное, это платье комбинации, оставлю на него ссылку, оно отвратительно сидит, и материал у него дурацкий, я сейчас говорю, это не потому что, я сейчас скажу дальше, оно реально неудачное, пиджак, в принципе, ничего так, но опять, он очень большой, видите, его запахнуло, чтобы можно было, например, его надеть на платье, так как я задумывала, он очень свободный, но, что я хочу сказать, они до сих пор это обсуждают. Lime, я очень надеюсь, что кто-нибудь из представителей Lime, это российский бренд, посмотрит мое видео, не знаю, если вы знаете кого-то, кто работает в Lime, отправьте им ссылку, и просто я умоляю вас, обучите своих сотрудников элементарной этике, профессионализму, что когда ты на рабочем месте, ты находишься в зале, где есть клиенты, ты не имеешь права обсуждать свои личные проблемы, в данном случае, всю эту ситуацию с вирусом, я пришла в магазин, возможно, я просто клиентка, которая хочет отдохнуть и купить вещи, я молчу уже про то, что я сейчас бесплатную рекламу делаю этому магазину, причем приличную, и я вынуждена стоять в примерочной и полчаса слушать, как четыре обсуждают коронавирус за моей шторой. Это просто ненормально, это низшая степень профессионализма, и в этот магазин я больше не планирую идти снимать влоги. Все. У меня все. Не самое позитивное завершение влога, наверное, такого еще не было ни разу, но, если честно, просто нет желания ни малейшего находиться больше в примерочной этого магазина и возвращаться сюда тоже. Извините, что на такой ноте мы с вами сегодня прощаемся, я желаю вам хорошего настроения, я желаю вам крепкого здоровья, пусть вокруг вас будет позитив, несмотря ни на что, помните, что мы сами его создаем, и увидимся с вами в новых видео, в новых шопинг-влогах, из нормальных магазинов, где сотрудники понимают вообще, где они находятся и о чем можно разговаривать на этом месте. До скорых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok